Библейский портал экзегет.ру представляет Это город, властвующий над всеми городами мира. Конечно, это Рим. Иначе не понять. Рим, он же Вавилон, образ такой великой, могучей языческой империи, полной насилия, полной неправды, которая силой утверждает себя на этой земле. И, наверное, таких государств и потом будет еще достаточно много. После этого я увидел еще одного ангела, сходящего с небес и обладающего великой властью. Вся земля была озарена его славой. Он произнес могучим голосом. Смотрите, этот Вавилон не уничтожается просто так. Вот там куча катаклизмов была описана у нас с вами. Мы читали в 16 главе «Ангелы выливают чашу». А вот Вавилон надо именно разъяснить, что с ним происходит. Не просто уничтожить, но осмысленно уничтожить. Итак, произнес могучим голосом. Паул, Паул Великий Вавилон, и стал жилищем демонов, пристанищем для всякого нечистого духа и всякой нечистой мерзкой птицы. Все народы пили доводящие до безумия виной ее разврата. Цари земли развратничали с ней, купцы земли нажились на ее необузданные тяги к роскоши. Очень похоже на ветхозаветные пророчества. До этого там о Ниневии, о сирийской столице говорилось подобное. О Вавилоне, конечно, тоже. Вот теперь Великий Вавилон — это образ Рима. И очень важно объяснить, что произошло и почему произошло. «Затем я услышал с небес еще один голос. Он сказал, выйди из нее, народ мой, чтобы тебе не участвовать в ее грехах и не подвергаться ее наказанию, потому что ее грехи поднялись уже до небес, и Бог помнит ее преступления. Сделайте ей то же, что она сделала другим. Оплатите ей вдвойне за ее дела. В той самой чаши, в которой она замешивала свое вино, а вино очень часто образ не праздника, а гнева и ужаса. Ну, пьяный человек, да, вот тот, кто выпил вино ярости, он валяется в бесчувственной. Соответственно, двойной крепости. Доставьте ей столько горя и страданий, сколько она позволяла себе славы и роскоши. Потому что она хвалится в своем сердце. Я не какая-нибудь вдова, я сижу как царица, я никогда не буду скорбеть. Потому настанет день, когда ее постигнут горести, смерть, скорбь и голод. Она будет сожжена огнем, потому что могуч Господь Бог, осудивший ее. До настоящей гибели Рима еще века, но смысловая гибель уже произошла. Вот то, что уже становится неотвратимым. Когда цари земли, которые развратничали с ней и наслаждались ее роскошью, и увидят дым от ее пожарища, они будут рыдать по ней, бить себя в грудь. Стоя вдали в ужасе от ее мучения, они будут говорить. Горе, горе, великий город, о Вавилон, могучий город, в один час свершился над тобой суд. А им-то что? Ну, они тоже так хотят. Вот для них это образ успешного государственного строительства, эффективного менеджмента, как сегодня принято говорить. И вот он приводит к такой катастрофе. Купцы земли, ну, этих интересов поконкретнее, финансовые. Купцы земли плачут и скорбят по ней, потому что никто уже не покупает их товаров. Товаров из золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга, тончайших льняных тканей, пурпуру, шелка и алых материй, ароматические древесины, изделия из слоновой кости, ценные древесины, бронза, железа и мрамора, корицы, пряности, эфемиама, ароматического масла и смолы, вина, оливкового масла, отборной муки и пшеницы, крупного скота и овец, коней и телег, рабов и человеческих душ. Сначала длинный перечень, знаете, таких вот товаров древнего мира, в конце рабов и человеческих душ. Видимо, они только считали по душам, но и души покупали и продавали, да? Не рабов, рабов-то, понятно, это тела, а именно вот души, которые становились тоже предметом торговли. В нынешнем мире это, наверное, особенно ярко видно. Масс-медиа, средства коммуникации, всевозможные продукты, которые призваны души человеческие покупать. Они будут говорить, плодов, которых желала душа твоя, уже нет у тебя. Все твои богатства и слова покинули тебя, чтобы уже никогда к тебе не возвратиться. Какие зловредные купцы еще и дразнятся. Им обидно, и поэтому они так над ней насмехаются. «Торговавшие этими товарами купцы, нажившиеся на ней, будут стоять в стороне, перепуганные ее бедствиями. Они будут плакать и скорбеть, говоря, горе, горе, великий город, одетый в прекрасную льняную одежду, в пурпурные иалы, украшенный золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В один час было уничтожено такое огромное богатство». Ну, у них это корыстный, естественно, интерес. И понятно, что человеческого сочувствия здесь не жди. Здесь рынок пропал, крупнейший рынок закрылся, доходы исчезли. Как не оплакать их? А то, что там люди какие-то, кому это интересно. Вот тоже, ведь важно не только, как живет человек, страна, общество. Важно, как говорят после гибели, что сохраняется. Вот здесь выгода пропала, больше ничего, чисто бизнес. Все капитаны кораблей, все их пассажиры и моряки, все, чьи промысел связан с мореплаванием, будут издали наблюдать. Ну, им на море легко укрыться. И когда увидят дым, поднимающиеся от нее зарыдают. Разве был еще когда-либо город, подобный этому великому городу? Они посыпали свои головы пылью и со слезами и скорби причитали. Горе, горе, великий город, обогативший всех судовладельцев своим богатством. Что беспокоит-то? Доходы, доходы. В один час ты был опустошен. Радуйтесь, об этом небеса. Радуйтесь, святые апостолы и пророки, потому что Бог осудил его за то, как он поступал с вами. А здесь вот горе и радость, да, вот эти две противоположных оценки гибели Вавилона. Затем могучий ангел взял большой камень размеров мельничных жернов и бросил его в море, говоря, «Так будет брошен и Вавилон, великий город, и никто уже его не найдет. Никогда уже в тебе не будет слышно голоса певцов, музыки орфистов, флейтистов и трубачей. Стоп, Рим был разрушен». Ну, там столько было потом всего, и до сих пор это один из крупнейших городов мира. Но здесь ведь не в географии дело, не в том, что город Рим, столица Итальянской республики, а не Римская империя сегодня существует. Дело в том, что ушла вот эта реальность, вот этой Римской империи больше нет. Никогда уже в тебе не отыщутся ремесленники, каким бы ремеслом они не занимались. Никогда уже не будет слышно в тебе шума мельничных жерновов. Ремесленники что-то искусное, а мельницы вот мололи муку, хлебушка испечь самую простую. Никогда уже не будет гореть в тебе свет светильника, не будет слышно голосов жениха и невесты. Совершенно ветхозаветный пророческий стиль. «Твои купцы были господами на земле, и все народы были очарованы твоим колдовством, но в этом городе пролилась кровь пророков, святых и всех убитых на земле». И вот, собственно, ответ на вопрос об этих бедствиях. Бедствие Вавилона, бедствие, может быть, всего этого мира, это расплата за бедствия, которые Вавилон, он же Рим, и весь этот мир причинил святым пророкам, верующим народу Божьему. И Господь посылает на них то, что они сами послали на других. Вот, к сожалению, это работает так, хотелось бы, чтобы не было всех этих бедствий, но вот книга Откровения описывает их именно в таком виде. И когда завершается описание бедствий, начинается описание уже конечного триумфа в 19 главе, собственно, мы его и увидим.